Здравствуйте! Вы смотрите Айньюс, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американцы отправят дрон к спутнику Сатурна. План миссии опубликовала НАСА. Беспилотный вертолет Dragonfly оснастят 8 научными камерами, двумя спектрометрами и установками для сбора грунта. Он также будет иметь геофизический и метеорологический комплекс с 11 различными приборами, способными измерять температуру воздуха, давление, влажность, скорость и направление ветра. Dragonfly — это старший брат марсианского дрона Инженьюити, который сейчас трудится на Красной планете. Dragonfly высадят на спутнике Сатурна Титане в районе экватора. Одной из главных задач робота станет забор грунта. Исследование почвы позволит выяснить, была ли когда-либо жизнь на Титане. Эта миссия запланирована на 2030 год. Как передает Гизмода, Титан — единственный спутник в Солнечной системе, который имеет плотную атмосферу и значительное количество жидкости на поверхности. Хотя эта жидкость и представляет собой углеводородные моря. В Шанхае построили гибкий мост. Он может самостоятельно сворачиваться в клубок, освобождая канал для плавсредств и разворачиваться обратно, соединяя два берега. Это первый в своем роде гибкий мост в Китае. Его протяженность чуть менее 10 метров, ширина — полтора метра, а высота и того меньше. Мост состоит из 36 треугольных панелей, которые, свернувшись, образуют окружность. На весь процесс уходит всего одна минута. Со стороны кажется, что конструкция очень легкая, но она весит 850 килограмм. Необычен не только сам мост, но и то, как его отстроили. Конструкцию напечатали на 3D-принтере всего за три дня. Напомним, технология 3D-печати начала использоваться для строительства мостов совсем недавно. Первое такое сооружение этим летом открыли в Амстердаме. Об этом мы рассказывали в одной из наших прошлых программ. Российские разработчики обучают искусственный интеллект диагностировать интернет-зависимость. Технологию разрабатывают в Белгородском университете. Как передает ТАСС, программа представляет собой игровое пространство, своего рода симулятор, в котором участники исследования выполняют повседневные привычные действия, максимально приближенные к реальным условиям работы в интернете. Сейчас система тестируется. Ученые провели онлайн-исследование среди 25 тысяч старшеклассников Белгородской области. У 4% подростков выявили патологическую увлеченность интернета. Психологи отмечают, что в некоторых случаях такое пристрастие может стать причиной асоциального поведения. Ученые отмечают, что интернет-зависимые в основном делятся на несколько групп. Тех, кто общается в сети, исследует какой-либо вопрос, изучает возможности заработка онлайн и тех, кто потребляет аудио- и видеоконтент. Как раз для последних популярное среди подростков приложение TikTok вводят новые ограничения. Пользователи 13-15 лет больше не будут получать уведомления от приложения после 9 часов вечера, а подростки 16-17 лет после 10 вечера. Кроме того, аккаунты подростков станут более приватными. По умолчанию у новых несовершеннолетних пользователей будет стоять запрет на получение личных сообщений от незнакомцев. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 и будете в курсе всего самого интересного. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok